Доброе утро! У нас всё отлично, все гуляют, все на выгуле, все вместе. Курочка, конечно, продолжает болеть, но я её лечу. Я ей всё обрабатываю мирамистином, йодинолом. Вот, я её прямо со шприца пою, потому что там всё опухло. Но она кушает сама, старается. Я стараюсь ей давать, конечно, мягкую пищу, перетираю. Вот, чтобы ей было легче это всё есть. Надеюсь, этот острый ей момент пройдёт, и всё станет хорошо. И ещё у нас в Курятнике новый житель. Лайк поселился в Курятнике. Это у нас тут новая курочка, можно так сказать. Лаки. Вот такая красотка, она перелазит и живёт здесь. Греется тут, наверное, в Курятнике тепло. Даже курок не относится уже как к своей. Мне кажется, это из-за того, что она чёрненькая. И они, наверное, путают её просто с амаранами. Да? Жительница. Представляете, вчера захожу, закрываю. Тут дверь уже была закрыта, просто свет включенный. Ну, и я думаю, пойду свет выключу. Открываю дверь. Выходит. Это красотка. Выходит, это красотка. Новая жительница Курятника. Да? Ох. Скажи, её гладишь, а меня не гладишь? Что это такое? Что это такое тут происходит? Что такое тут происходит непонятное? Да? Крупненький петушок. Это уже маран такой вырос. Он уже размером с курицу у ликбара. Уже такой растёт, растёт мальчик. Хотя вот тоже петушок рядом стоит. Он, но меньше. Видите, насколько меньше. Ну, чего ты? Чего ты лащишься? Хочешь, поглажу, да? Ну, давай, давай. Жительница Курятников. Где ты спишь здесь? А? Где ты тут спишь? Покажи. Где-нибудь в гнезде? Где-нибудь в гнезде спишь? Где спишь? Где? Как у себя дома? Как у себя дома? Да? Курочки пришли вынести яйца. Поэтому я ухожу. Очень хочется голубое яичко сегодня. Яйценоскость упала. И, ну, одно яичко в день есть на пять курочек. Но это, конечно, мало. Но я очень рада, что у меня занеслась вторая курочка шёлковая. Одна же болеет, а вторая начала нести яйцо. Хорошее, красивое, такое розоватое яйцо. Ну, она стоит, красотка. Вот. Я очень рада. Она крупнее даже, хотя она помоложе. Вот. А эта курочка вот на солнышке греется. Сейчас буду её со шприца поить, наверное. Вот. Бедняга, конечно. Сейчас её обработаю. Что? 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 Сладкий. Всё, курочку обработала. Сейчас пойдём нарвём травки. Надеюсь, что с ней всё будет хорошо. Ну, а девочку. И лайк. Ещё одна курица в курятнике. Ой, такой смешной котёнок. Вот, смотрите, покажу вам яйца, которые несут мои курочки. Первое яичко, вот, голубоватое. Это ликбара несут. Видите, оно такое. В принципе, оно крупненькое. Я даже хочу сейчас взвесить, посмотреть, сколько грамм яйцо ликбара. Следующее яичко, вот такое, которое более розовое. Это вот новая курочка. Точнее, да, то, что молодая курочка шёлка несёт. Я считаю, достаточно крупное яйцо для шёлковых курочек. Вот. И следующее яичко, это как раз снесла больная курочка. Она совсем другой формы и другого цвета. Вот. И она, видите, сейчас пока болеет, несёт яйца без скорлупы. Но вот одно яичко всё-таки со скорлупой, с нормальной. Вот. Я сначала думала, что это из-за линьки. Но, скорее всего, у неё, ну, болеет, как мне написали. Это что-то типа герпеса или малярии, вот, что-то такое. И нужно сейчас обрабатывать. Вот. Чтобы всё было хорошо. И пропоить витаминами, пропоить для того, чтобы... Вот это Витом-1, для того, чтобы поднять иммунитет у курочки. Сейчас я это всё буду делать. Точнее, уже начала делать. Уже витамины я и ввела, обработку ввела. Вот. Надеюсь, что всё состояние её улучшится. Но яйца, видите, кардинально разные у двух шёлковых курочек. И по форме, и по цвету. И вот такое красивое яичко. Вот. Вот так хорошо цвет видно. Моих лебарчиков. Сейчас будем взвешивать. Вот у меня граммовые весы. Включаем. Мне очень интересно посмотреть, сколько весит. 40 грамм. Ну, в принципе, так и есть. Яйцо... Даже в интернете написано, что да, шёлковая курочка несёт примерно 35-40 грамм. Ну, так, если учитывать то, что это первое яйцо у этой курочки, она ещё разнесётся. Все мы знаем, да, что яйцо увеличивается потом в размере ещё на несколько грамм. То я думаю, 45 грамм будет яйцо весить. Она будет его нести. Вот так прям по центру положу. Вот. Ровно 40 грамм. Класс. Вторая курочка, это она уже давно несётся. И, в принципе, у неё всегда такого размера яйца. Оно, наверное, будет где-то как раз 35. Да, вот как раз 35. Это стандартный её такой размер. Вот. Я думаю, что она так и будет нести. В принципе, всё по породе, да, если учитывать граммы. И яйцо лекбара. Вот. 56 грамм. Я сейчас для частоты эксперимента возьму ещё второе яичко. Тоже посмотрим, сколько оно весит. А то я яиц шёлка 2, а лекбаров 1. Не честно. Так. Ложим. Ну, 60 грамм получит сейчас на центр. Да, 59-60 грамм. В принципе, так и заявлено по породе. Это достаточно такое крупное яйцо. Но мораны должны яйца нести чуть-чуть крупнее. Где-то 65 грамм. Если честно, я тоже жду. Но пока, конечно, рано. Им только будет 3 месяца. А нестись они начинают после полугода. Кстати, лекбары начинают нести раньше. Где-то с 5 месяцев. Этим тоже мне очень нравится порода. Что яйца можно ждать чуть-чуть раньше, да, чем у других пород. Вот так, мои дорогие. Такие вот красивые яйца. Вот. Весь урожай. Ну, не весь. У меня в холодильнике ещё есть голубые яйца. Вот так. Ну, шёлков только 2. Такая красота. Всё, мои дорогие. На этом я буду заканчивать сегодня своё видео. Я надеюсь, вам понравилось. Вы поставите мне пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. И вы знаете, вообще, хотела вам сказать, что шёлковые курочки – очень классная порода. Причём, эта порода давно известная, да, уже несколько тысяч лет. И причём её специально никто не выводил, её просто нашли, эту породу. И вот в записях она учитывается ещё 2000 лет назад. Интересно очень. Причём в 18 веке эту породу представляли как смесь курицы и кролика. Вот, поэтому если вы хотите просто для себя завести где-то красивую такую породу кур, то шёлки вам отлично подойдут. Они спокойные, неприхотливые. Петух мой вообще не кричит, петух, не знаю. Я знаю, ну вообще смотрела видео, петухи кричат, но это не настолько громко, как, например, другие породы курочек. Он кричит, но это совершенно не какой-то там пронзительный крик, а такой спокойный. Вот, поэтому он не будет вас напрягать, не будет напрягать ваших соседей, если вы боитесь за это. Поэтому можно заводить себе где-нибудь, сделать красивый маленький домик и завести семью шёлковых курочек. И вот, смотрите, яйцо они несут, я считаю, отличное, нормального размера. И куры, в принципе, несутся нормально. Моя курочка пока не заболела, она через день несла яйцо. Поэтому это достаточно нормально. Если вот иметь трёх курочек, вы стабильно будете иметь яйца дома. Вот так, мои дорогие. Ну всё, всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео.